Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Воскресные школы Брянской епархии присоединились к всероссийской экологической акции «Встречаем пернатых друзей». Птицы, чувствуя приближение весны, возвращаются в родные края из дальних стран, чтобы продолжить потомство. В Брянске к встрече пернатых подготовились. Их ждут новые дома, изготовленные детьми. Мы сейчас живем в каких? Больших городах, правда? Суета, торопимся, с этими сотовыми телефонами, ищем чего-то там. И ничего мы для своей души не находим, правда? Когда находимся с природой, мы немножко приближаемся к чему-то. А к чему приближаемся? К Богу. Правильно, к духовному. Молодец. Правильно, к Богу приближаемся, потому что Бог создал эту природу для нас, чтобы это все радовало нас, радовало человека. И когда человека радует природу, человек благодарит кого? Бога. Правильно, что это? Бога благодарит. За то, что творца этой красивой природы, создатели его. Настоятель Брянского храма во имя святителя Николая Чудотворца, протерей Стефан Дроздов, мастер по дереву. Детское увлечение переросло в профессиональное мастерство. И уже многие годы батюшка со своими помощниками изготавливает иконостасы, киоты и другую церковную утварь. Ученики воскресной школы впервые побывали в настоящей мастерской, где только станков насчитывается 20 штук. Помолившись перед началом доброго дела, ребята под руководством отца Стефана приступили к работе. Можно сделать отстанки станком, но мы будем пилить вручную, потому что вдруг света не станет, а скворечник нужно сделать. И что? Мы не сделаем, когда станка не работает без стены, а мы руками все можем сделать. Правда, Жарить? Да. Как выяснилось, мастерить скворечники – занятие непростое. Нужно подготовить доски и обязательно сделать точный размер отверстия для входа в скворечник. Его еще называют «леток». А если мы больше не сделаем, то что будет? Она может, знаешь что, другая птица, такая как сорока, залезть туда, если ты больше отверстий сделаешь, и достанет письмусов. И все, и скушит их. А вот делается так, чтобы только залезть скворушка, и больше никто. И под его размер делается отверстие. А сколько там сантиметров? Ну-ка, смотрите. Должен равняться около 50 миллиметров. О, 50 миллиметров. 5 сантиметров, то есть? Да, 5 сантиметров. Вот, все туда. Теперь, начинаем мы работать. С большим интересом и живым любопытством ребята принялись за дело. Сами пилили, строгали, сверлили, забивали гвозди. Каждый мог попробовать себя в новом деле. На-ка, забивай. Вот, Сэр, по-нашему, давай. Давайте-ка я тут же дам. Ну, сейчас ты сейчас дай бурж бить, Сэр. Я сейчас чуть-чуть забейте мне. Давай, я тебя забью сейчас. Чуть-чуть. Похвате забиваю. Все. Стоп, 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 держай буржов, не каше буржу, давай. Вот, давай, давай. Вот, давай, красный. Все, следующее. На первый взгляд, простая конструкция имеет свои тонкости, упустив которые, можно сделать домик непригодным для жилья птиц. Так, внутренняя часть скворечника должна иметь шероховатую поверхность, чтобы по насечкам птенцам было удобно забираться к выходу. Многие из ребят работать с деревом научились еще в школе на уроках труда. Но вот скворечники делали впервые. Интересный опыт. Во-первых, батюшка такой очень задорный человек. А также, ну, всегда приятно, что это сделать для птиц. Почувствовать свою связь с окружающим миром, с природой, с мирозданием. Проделанной работой мальчишки остались довольны. Наш скворечник самый лучший. Новый скворечник повесили во дворе Никольского храма. Рядом на деревьях тоже есть скворечники, так что теперь на один домик для птиц станет больше. Хороший скворечник вышел. Как думаешь, птицы прилетят? Прилетят. Должны прилететь. Для чего мы его строили? В акции «Встречаем пернатых друзей» приняла участие и воскресная школа, действующая при Свинском Успенском мужском монастыре. Для ребят прошел урок, посвященный Международному дню птиц. Затем вместе с наместником обители, игуменом Тихоном Колесняк, мальчишки смастерили скворечники. Учились правильно держать пилу в руках и забивать гвозди. Для детей специально были подготовлены небольшие инструменты. Мальчишки старались как могли. Каждый хотел попробовать себя в увлекательном деле. Я раньше скворечники не делала, только сегодня сделала их первый раз. Но раньше делала для них заготовки. Было очень интересно. Как забивать гвозди, смотреть, как все прикрепляется, всякие построения. Родители с не меньшим интересом, чем дети, наблюдали за процессом изготовления скворечников. Мы в этом году переехали в Брянск. Открыли для себя на самом деле прекрасный город, прекрасный обитель. Это Свинский монастырь. Являемся прихожанами здесь сразу. Сразу сюда же и пошли, в воскресную школу, потому что мы поцерковленная семья. У нас трое детей, трое девочек. И мы подбирали воскресную школу, конечно, искали для них, чтобы была хорошая. И здесь мне нравятся, здесь у них уроки богословия проходят очень хорошо, так информативно очень. Вокалом они здесь занимаются, творчеством каким-то. Ну и видно, что дети раскрываются, конечно, во всех этих творческих занятиях. Это, конечно, здорово очень. За кружкой чая у расписного самовара со свежеиспеченными пирожками священник Диамид Кузьмин рассказал девчонкам и мальчишкам об особенностях проведения перелетных птиц. И о том, зачем нужны скворечники. Эти домики для птиц, они именно для того, чтобы можно было им жить рядом с нами. Правда? И чем мы больше повесим эти скворечники вокруг нашего дома, тем больше будет птиц. Потому что в этом домике живут птицы. Птицы, которые выводят птенцов. Птицы украшают нашу жизнь, радуя прекрасным пением. Вестники весны, они таким образом славят Бога. И даже жердочка на скворечнике нужна птицам для пения. Он садится на эту жердочку, поет. Поет же только один папа, а мама она кормит. Она сидит на яйцах, сидит с птенцами. А папа поет. Ну, такие распределены роли. В жизни нашей, конечно, немного по-другому. Папа не поет. Но у птиц вот так устроено. И мы все славо всегда слышим, как поют птицы именно папа. Церковь не остается в стороне от добрых общественных начинаний. И такие занятия с детьми – это прежде всего урок доброты к своему ближнему. На примере помощи птицам дети учатся милосердию, учатся заботе. Потому что любовь к ближнему, она складывается из маленьких кирпичиков, из маленьких ступеней. Любое делание, которое мы вместе проводим с детьми в школе, оно помогает и будущему молодому человеку воплощать эту христианскую любовь. В Брянской области обитает немало редких птиц. Среди них черные аисты, которые уже прилетели к местам гнездования после зимовки. Скоро ждут скворцов и других пернатых. Птиц прилетает очень много. У нас есть и не только перелетные птицы, такие традиционные, есть даже и совы, и соколы. Так что у нас птиц очень много, поскольку край у нас чистый, река большая, лесная полоса огромная. И, конечно, мы уже привыкли к этим обитателям. В христианской культуре часто встречается образ птиц. Также птицы являются частым персонажем библейского повествования. И каждая из них имеет свой символ. Но наиболее известный для всех – это, конечно, голубь. В наши дни великий праздник Благовечения Пресвятой Богородицы. В храмах по древней традиции выпускают в небо голубей. В праздничный день митрополит Брянский Севский Александр совершил вечернюю и божественную литургию в храме честь благовещения Пресвятой Богородицы города Брянска. Презри с небесе Божий вишь, и посети виноград сей, и утверди, и его же насади, где снится Твоя. Благовещенский храм в этом году отмечает юбилей. Пять лет со дня основания. Возведенный в 2017 году небольшой и изящный в русском стиле, он стал украшением местности. Благовещенский храм воссоздан на фундаменте своего предшественника – одноименного трехпрестольного храма. Это историческое место в Брянске. Неподалеку расположен Чашин курган – первое поселение людей, вокруг которого вырос город. 16 века известно как село Городище. Сначала здесь был деревянный храм, и только к концу 19 века его сменил каменный. Храм закрыли в богоборческое время и в 1971-м разрушили, разобрав настрой материала. Духовная связь с прежним храмом сохраняется и сегодня. Местные жители и верующие из других районов стараются посещать этот Дом Божий и приводить на общую молитву своих детей. Приезжаю в небольшой храм к маме, приезжаем, часто на праздники бываем. Очень хорошо здесь. Здесь недалеко, а именно сюда, потому что здесь престольный праздник. Престол – это как имя и имя у близких, как день рождения, вот как у матери, поэтому именно сюда. Настоятель Благовещенского храма, священник Алья Чикали, молодой священнослужитель. Упускник Московской Духовной Академии он возглавил приход пять лет назад. Всяй торжественный день позвольте поздравить вас с престольным праздником этого святого храма, Благовещением Святой Благоводицы и его первым малым юбилеем. Пять лет назад для многих местных жителей открылось это поистине главизно-спасение, Святой Храм, в котором есть небо на земле. Благодарим вас, Владыка, за торжественную службу и просим ваших святых молитв за всех нас. В знак, сыновник, благодарности позвольте преподвести вам этот святой образ Благовещения Пресвятой Благоводицы и стволах эти Господа. Пресвятая Благоводица, спасибо! Владыка Александр поблагодарил отца Илью за служение церкви и руководство церковной общиной. Когда проезжаешь мимо этого храма, всегда он радует взор, потому что сделан очень изящно, хорошими, талантливыми мастерами. Ведь храмы всегда были красивыми, они всегда являлись доминантами того и винового населенного пункта, они всегда являлись украшением. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Православная Церковь чтит память святителя Тихона, патриарха московского всей России. Слава тебе, Боже, наслава тебе! Слава тебе, Боже, наслава тебе! Пресвятая Богородица, спасибо! Песня «Святая Богородица» «Святитель Тихон возглавил Русскую Православную Церковь в трудные времена для страны. После революции 1917 года, обладая огромным духовным авторитетом и сильной верой, он сохранял единство нашей Церкви. Покаяние мудрые проповедничают, украти междоусобные брани страстей наших, огради церков русскую православную от ереси и расколов, сохрани нас от плетворных учений и суеверия, избави от лукавых человек, сохрани жизнь нашу от развращений и строений, врагами веры и Отечества нашего возгвязаемых». Благовещение Пресвятой Богородицы – праздник радостный. И Церковь призывает всех «благовествуй земле радость велию, хвалите небеса Божию славу». О какой же радости здесь говорит Святая Церковь? «И она имеет в виду ту радость, которая помогала святым апостолам пройти по всей вселенной с евангельским благовестием, ведь они терпели и поношение, и били их, и апостола Павла выбрасывали из селения, а он приходил в себя и опять шел в это село, чтобы говорить людям о Христе. Он действительно был адамантом веры, преданным человеку, преданным Христу и его идеи. А сколько преподобных подвижников благочестия, о которых столько книг написано, которые подвязались к пустыне, пропастях земных. Мы же не можем о них сказать, что они были ненормальны, но они жили в таких суровейших условиях. Но удивительно, у них в сердце всегда была вот эта радость, о которой сегодня возвещает нам Святая Церковь. И она им помогала преодолевать такие же искушения, какие мы преодолеваем, трудности, испытания, горести, обиды, болезни». Красивые белоснежные птицы являются символом благой вести о рождении Спасителя, которую Архангел Гавриил принес Пресвятой Деве Марии. «Сегодня хорошая погода, и мы символически выпускаем голубей, которые символизируют абсолютную свободу, когда они вылетают из клетки, куда они взмывают, к небу, куда поднимается часто наш усталый взор. Там Бог, там Божья Матерь, там святые угодники, там наши родные, которые закончили свою земную жизнь. Они все видят, они участвуют во всех событиях, они желают всем нам спасения, молятся о нас, переживают за нас тревожности. И вот туда взмывают голуби, призывая и нас тоже быть свободными. Свободными от привязанности ко всяким земным вещам, людям, каким-то ценностям». По традиции в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы митрополит Александр с духовенством и детьми выпустил в небо голубей. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч. Да хранит вас Господь. Дорогие телезрители, до новых встреч.